друзья привет мои хорошие спасибо вам всем за слова поддержки огромнейшее спасибо опубликовал видео только что долетел долетел слава богу у страха глаза велики конечно но когда у тебя перед глазами едет все представлять что ты один поедешь на машине потом на самолете потом снова на машине значит ну сложновато скажем так мягко говоря ну доехал доехал в общем-то говоря в целом достаточно кстати говоря на удивление нормально голова кружится на правый бок ложишься все полетело все общее чем такое впечатление как в космосе оказываешь центрифурии за это также летает уже обратился к неврологу здесь до еще всяких там мрт и так далее поговорили есть какой-то там значит нескольких вещей но это не факт потому что это тесты там надо проводить но вот на дому она мне сказала провести я провел уже вроде совпадает то есть если там такой тест если ложишься с эти именно нужно лечь на ту сторону которая у тебя кружится она год вас может вырвать то есть будет тошнить может вырвать там и так далее если меньше минуты кружится голова и она проходит то есть я как я ложусь у меня по понеслось естественно ты стараешься быстрее как нибудь там чуть ли не прилечь на пол чтобы у тебя это прошло а надо наоборот то есть лег и и терпишь это нереально вообще это очень тяжело терпишь короче и если меньше минуты кружится голова значит это сейчас я скажу как называется о боже ты мой пароксизмальное позиционное головокружение доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение дппг скорее всего вот то есть какой-то там осколочек куда-то попадает вестибулярный аппарат или вовнутреннее ухо вот какая-то такая система и получается значит есть определенные упражнения apple и что ли называется они достаточно простые для выполнения то есть можно даже на дому выполнить без специалиста но хочу вам сказать что когда например минуту ты лежишь у тебя все летит это достаточно сложно то есть некоторые как мне врач высказалась подготовки там тазик потому что может летать но просто вырвет посмотрим пасма самое главное долетел самое главное дома просто невероятно вообще я я просто не представляю когда записывал предыдущее видео это был там за несколько часов до того как машина приедет в аэропорт ехать я вообще не представляю как вестибулярный аппарат отреагирует на машину на самолет на взлет вот посадка был очень тяжело посад мне взлет и посадка самое страшное потому что видим перепадут эти давления я вообще умираю просто эти моменты абсолютно то есть я вот самолет я готов принципе на поезде тоже там это болтанка постоянно это просто транспорт вообще не переношу на машине не знаю там 10-15 максимум я могу это скорость я всегда сажусь я говорю скорость не больше 60 потому что больше 60 если резкие обгоны повороты там все выносит сразу поэтому вам огромное друзья спасибо всем за эти все слова поддержки еще раз скажу я ее чувствую как никогда я летел скажу честно сегодня это конечно это и страшно это просто ты сидишь и понимаешь я вот я вот так сидел не кружит я понимаю что сейчас меня в самолете начнется вот это вот а лететь допустим еще полтора часа что делать вообще непонятно и я честно скажу я думал конечно близких но и о том что я еще не выложил видео этот момент когда летел вот это который сейчас посмотрели но я летел и представлял что все ваши слова поддержки они дают колоссальную силу реально я вспоминаю когда мы с вами поддерживали многих людей которые болели коллективно молитвы по соглашению устраивали я теперь понимаю насколько это действительно человеку дает колоссальную такую поддержку просто невероятно вот с дороги просто поспал что маленько и как-то так надо еще поспать ну нервы конечно ночью говорить кто-то пишет вот из вас нервы не нервы дппг я говорю чего она бывает она говорит я говорю я вот спал там 9 я как просто самолета приехал уснул и получается 9 часов спал в одной позе может от этого быть что я как бы не крутился нагреть нет это либо случается из-за нарушение кровотока то есть например у вас стресс спазм организм реагирует спазмом шейном отделе нарушение кровотока какие-то возможно отиты там или нарушения воспаление среднего уха которые были стресс побочек лекарств это много очень много очень вещей которые можно могут вызвать дппг я знать не знал чтобы дппг не знал бы еще сто лет бы что мне и так хватает но поэтому здесь конечно стресс бабушка умерла там за маму переживаешь прилетел смотришь в каком мама состоянии там мой друзья это все очень сложно понятно что это у всех и понятно что у некоторых людей и у многих сейчас геополитической обстановке еще сложнее эта ситуация и собственно жаловаться грех но просто я рассказываю о своей жизни я собственно говоря в блок канал завел для того чтобы делиться моментами своей жизни в том числе помимо новостей и новости и все подряд то есть то что мне как бы хочется транслировать я не не знаете как я вспоминаю прямую прямую линию нет встречу с журналистами президента нашу владимир путина и одна девочка посмотрите есть видео одна девочка взяла слово и сказала вы знаете мы тут с коллегами заметили что все спрашивают что они хотят и и он ее перебил и говорит а выходить чтобы они спрашивали то что вы хотите понимаете да поэтому кто-то хочет кто-то мне так поражает когда пишет там суши а ты чё не снимешь на про то то причем не здрасте не до свидания просто вот так вот знаете мне хочется сказать друзья заведите канал и я с удовольствием посмотрю на эту тему понимаете я вот когда начинал снимать помню посмотрел одного блогера обзор фильм левиафан собственно после этого я и начал снимать потому что я когда смотрел я думал здесь не так сказал здесь не так сказал потом думаю но он же хоть что-то сделал он хоть камеру включил он хоть что-то сказал а ты просто сидишь ничего не делая просто сидишь критикую сделай пожалуйста сними расскажи как тебе хочется поэтому те люди которые например говорят суши а чё там ты вот давай на 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 это с ними там или кто-то пишет у вас присутствует не знаю даже кто это вот и значит давай там этот на эту тему по прекрасно с удовольствием посмотрю с удовольствием заводите канал снимайте и я присылайте мне видео я вот с огромнейшим удовольствием отвлекусь и посмотрю ваше видео на ту тему которую вы почему-то требуете от меня еще раз хочу нужно понять что канал человека это его канал он снимает то что считает нужно то что хочет и как считает нужно на любые темы это это его дом это его монастырь собственно говоря с его уставом и собственно конечно можно порекомендовать можно подискутируйте а всегда открыт абсолютно но когда люди начинают просто требовать когда люди начинают еще более того предъявлять претензии почему ты снимаешь так или не так слушайте друзья это мой канал я снимаю то что считаю нужно считают снимают то что считаю необходимым заводите канал снимать еще хотите меня я не не обсуждаю другим заметьте других на коллег своих блогеров потому что я считаю что каждый самовыражается так как ему нравится и так как он хочет и снимает то что ему нравится это что он хочет потому что он канал завел чтобы снимать то что ему нравится кто-то играет на гитаре кто-то она не знаю укулеле кто-то сидит в гриме кто-то еще что делает каждый самовыражается на своем канале так как ему захочется и не перед кем отчитываться он не должен что там он снимает вот друзья это так уж что-то у меня поэтому конечно и еще хочу сказать вы знаете кто-то сейчас написал про экстремиста теориста навального этого что я снял видео тоже я посмотрите у меня есть я подробно все разобрал кто он и что он и кто-то написал ну вот он по крайней мере там не ныл там туда-сюда вы знаете друзья я всегда считал и считаю что выражение эмоций мужчиной для меня открытое прямое гораздо больше делает для меня из мужчины мужчину чем мужчина который знаете такой я мужик мужик я такой сильный я такой я не болею у меня там ничего если у меня простуда то я сделал вид что у меня там насморк просто нет 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 а потом когда он нажрется напьется алкоголь-то буквы не вредит здоровье из него все выйдет все что он держал в себе понимаете или преждевременная смерть потому что опять держал себе но скорее всего по пьяни выходит все это или в там личной жизни человека несет потом вообще просто но так он мужик уже прям такой прям знание нам то еще прям я всегда с большим уважением относился к мужчинам которые могут выражать свои эмоции которые могут говорить и сейчас я на самом деле вы знаете у меня и среди близких людей есть люди которые там например могут ну как то не то что а но поддерживает естественно как как сказать правильно с таким ну что может слишком откровенно может не стоит там кто-то писал ну чего уж вы там валь зачем всему миру вываливать свое там что-то личное ну вы знаете друзья для меня искренность это все я когда вижу человека который вот искренен людей бесит самое главное если вы посмотрите кто что пишет плохое людей бесит искренность потому что знаете нужно для меня мужественность это как раз способность человека мужчины рассказать о своих каких-то сложностях проблемах болезнях на это нужно мужество для того чтобы ходить и делать вид что у тебя все окей и ты такой мужик мужик для этого мужества много не надо а вот для того знаете например там помню по психологии читаешь какие-то формы в основном женщин какие жалобы что невозможно с мужчиной поговорить что он не идет на дискуссию невозможно поговорить невозможно ничего выяснить он просто молчит почему ну его так воспитала мама что говорят мальчикам с детства не плачь ты же не девочка плакать нельзя это нехорошо в итоге он вырастает ну уж меня извините не моральным уродом но с искалеченной психикой потому что он знает плакать нельзя если мне плохо жаловаться нельзя если мне плохо в итоге где он находит решение своих проблем в алкоголе или в наркотиках алкоголь это покорение зло вреде здоровья наркотики зло занимайтесь спортом в итоге он понимает что с друзьями он может только там оборжать как на какую-то проблему и мужчина по факту с воспитанием с детства он остается один на один просто со своими проблемами он не ему не с кем поговорить абсолютно потому что ему кажется что например обсуждать с женой она почувствует она подумает что он не мужчина с мамой он уже взрослый человек зачастую мужчин находит любовницу которую понимает и может что-то есть сказать потому что понимает что это отношение длительного характера что-то там какие-то капель и там возникает доверительные отношения потому что мужчина как любой обычный человек и вот для меня не существует мужчина же здесь человек человек и мужчина с женщиной где-то он разоткровенничался где-то что-то сказал и она его поняла возникает доверительные отношения там возникают какие-то теплые отношения мужчины к женщине поэтому те кто пишет такие вещи что тип там экстремистерист навальный по крайней мере не жаловался там сусти жаловался не жаловался по крайней мере эти люди которые хотели развалить россию пусть они не жаловались им я бы не то что жаловаться они бы даже не успели пожаловаться но у нас законодательство гуманное и даже таким людям гуманным поэтому вы знаете я считаю что мужчина вот я еще раз говорю когда я вижу что человек мужчина там такой такой знаете там у меня встречи у меня там то у меня там это у меня там я являю я но эго зашкаливает понимаете он не может а внутри он маленький ребенок который закрываясь потом ночью или там еще плачет что у него жизни удалось а не удалось почему а потому что ты не можешь не зайти до людей быть простым обычным человеком потому что стесняешься боишься показать человечность свою потому что ты просто думаю что тебя обсмеют просто боишься что тебя обсмеют а ты будешь как бы ничтожеством при этом да не надо бояться пусть обсмеивают потому что обсмеивать могут только те люди которые духовно нищие они нищие духовно что они же ты что они же такие они не болеют никогда они они есть девочки такие же есть такие девочки которые услышав например моем заболевание тут же меня отовсюду удалили отовсюду потому что что как мужчина мог но какой жизнью они сами живут я не буду рассказывать нищие духовно нищие духовно просто люди понимаете никакого развития никакой жизни нет они глубоко несчастны понимаете эти люди девочки мальчики такого порядка они глубоко несчастны внутри от самих себя что у них есть вот эти стереотипы того что если мужик он может быть сильным то что я уже туда-сюда а если что-то такое рассказал если поделить а я хочу делиться эмоциями и считаю что это и есть проявление мужества это есть проявление мужества когда мужчина он может рассказать о своих эмоциях когда его эмоциональная сфера не блокирована потому что в этом именно случае когда девочка хочет мужик мужик встречает а потом не знает как с ним разговаривать и расходится потому что не может с ним взаимодействовать дак ты изначально должна выбрать того человек который может выражать свои эмоции который может понимать твои эмоции у которого развита эмпатия который может слушать тебя который разобрался в себе наконец понимаете который не обращает внимание на каких-то там людей которые просто-напросто глубоко от своего глубокого несчастья и вот этого знаете но они не дают себе возможности быть слабыми вот и все и это это нехорошо понимаете когда ты смотришь бойцов на передовой и когда ты видишь людей которые плачут которые говорят да всем страшно и мы боимся и они выражают именно человеческие эмоции понимаете когда боец на передовой говорит да я плачу да я боюсь да но я выполняю свою работу я также буду да я болею да я могу где-то и сплакнуть там бабушка умерла где-то могу сказать что мне тяжело но я выполняю свою задачу и двигаюсь вперед в отличие от тех кто скажем так мужик мужик или там мужик не должен болеть там и так далее ну как же так можно уже сильный там и стоят на месте в своем болоте потому что их внутренняя вот эта штука просто-напросто не дает им раскрыться и быть человеком который может общаться на все темы который просто может быть чё посмотрите на людей на передовой как их меняет жизнь почему они так свободно выражать свои эмоции почему они так свободно говорят о том что они там могут заплакать могут например там что им страшно что они там не знаю откровенно выражают любовь к значит сослуживцам там понимаете то есть взаимовыручка любовь потому что люди когда близость смерти они очень меняют ценности меняются это уже понимаешь что какая разница что считает коррекция что считает какой-то ваня который со своей неудавшейся жизни будет тебе говорить ты мужик мужик не должен выражать свои эмоции какая мне какой мне делать этого ваня не не делал никого до него нет понимать просто я иду вперед и откровенно делюсь выражая свои мысли на своем канале и благодарен всем тем людям которые вам благодарен которые это понимают принимают и понимают что это и есть нормальная адекватно единственно правильное поведение когда человек остается человеком и неважно мужчина это женщина ты все равно болеют все равно испытывают какие-то эти мужчины не в том чтобы сказать еще раз повторюсь что я там мужик мужик я не болею а потом приходить полупьяным и чуть ли не со слезами на глазах все вываливать жене так сказать она будет от этого ставить так и происходит он месяц держится что я уже потом пришел пьяный и со слезами на глазах все так сказать это и она всегда терпит нет мужчина в том чтобы помочь в том чтобы быть рядом в том чтобы быть единственной женщины как ты ее выбрал в том чтобы не обсуждать с друзьями там каких-то девчонок там кода мужчина в том чтобы быть мужчиной чтобы быть с женщиной быть отцом быть с детьми все это проходить все эти сложности быть опорой поддержкой и уметь поговорить уметь узнать у женщины что с ней случилось уметь самому рассказать чтобы ей было понятно что с тобой делать и как тебе помочь например будучи мужчины с моей точки зрения я так очень очень широко отвечаю на этот вопрос потому что я сейчас увидел несколько комментариев что ну там этот не плакался по крайней мере плакался не плакался слушайте да даже плакался не плакался не о том речь еще раз горечь заключается в том что на моем вот веку я в тех мужиков мужчин которых встречал которые знаете такие прям прям вообще там все как надо вот он если что-то случается как драка он бежит первым у него пятки сверкают но он прям вообще прям он супер все да в семье такой потом узнаешь там от знакомых что каждые две-три недели пьяный приходит домой жене сидит слезы льет как у него на работе все не ладится вот-вот да по-другому должно понимаете по-другому должно я думаю что люди адекватные люди здравомыслящие люди относящиеся к жизни так как действительно нужно относиться это прекрасно понимает и здорово общаться с ребятами когда ты можешь поговорить ты можешь поговорить вы знаете за последнее время я встретил такого человека с которым познакомился это виталий николаевич бородин вот может быть ему сам будет на удивление все посмотрит это видео и досмотрит до 21 минус 22 для меня это было действительно открытие чек открытия потому что практически абсолютно незнакомый человек с которым мы познакомились очень тесно стали взаимодействовать вы знаете человек который может поддержать человек который может о своих чувствах говорить абсолютно открыто горечи печали радости болезни здоровье делиться этим человек который вы знаете может поддержать это вот вот веки качества вот это очень цен у человек который может поддержать который нет не пытается найти стараться быть там или показать что нам выше тебя или там что то это нет абсолютно вот на такой абсолютно человеческое взаимоотношение абсолютно чесно отношения это это очень здорово это очень ценно очень ценно вот просто общение когда ты можешь рассказать о своем он может рассказать о своем и ты понимаешь ты можешь быть любым понимаете и еще второй человек за последнее время я познакомился мы так начали общаться это адвокат александр стариславович трещев я ему безумно благодарен за то что он позвонил мне сказал что если какая-то помощь тебе нужно низкий поклон в ноги этому человеку когда он узнал что у меня что-то случилось вот со здоровьем он позвонил сказал сразу как виталий николаевич бородин и какая-то если нужна помощь обращайся в любые вопросы любые постараюсь решить чтобы чтобы тебе помочь вот это здорово потому и и и также общение строится то есть можно спокойно скажем так выражать свои мысли не пытаясь быть вот это вот эти бывает в зал придешь заниматься и видишь вот этих вот альфа самцов которые там я не хочу оскорблять никого но вот это вот вот это вот и вот такие же девочки такого же развития которые вот он идет альфа самец рядом у которого дутые мышцы и она считает что вот он болеть не болеет он вообще инопланетянин с другого и у нее тоже там немного не обременена она особо интеллектом уж меня извините и вот они по они подходят друг другу и такое хорошо и счастливы и здорово но просто там немножко другой формат общения а иногда занимаешься смотрят человек вот на них на всех смотрят и видно что у него такая улыбка в глазах и просто он понимает все это и с ним начинаешь общаться и совершенно общение по-другому строится вот и все ладно я хотел несколько людей перечислить на других не могу назвать потому что не думаю что они бы давали согласие на то что я с ними общаюсь поддерживать наши вот друзья поэтому огромное вам всем спасибо я безумно благодарен вам всем за сообщение за поддержку вот сегодня вы должны мне сказать что там нужно делать у меня голова суд не болела тут вот начала именно с этой стороны где это голова болеть ну если это там что-то не очень сложное ну здорово но сложно и не сложно не знаю я очень соскучился спалом хочу снимать я это люблю делать я это начал делать потому что у меня был инсульт и я полтора года сидел дома и гулял на балконе и не мог выйти из дома и чтобы не сойти с ума завел канал чтобы говорить о чем я хочу и я продолжаю делать это и буду продолжать делать говорить то о чем мне хочется говорить именно я завел канал для того что знаете вот за это время было столько блогеров со мной рядом с которыми ознакомился или они со мной знакомились не на как правильно сказать писали звонили там которые вот у них разговоры шли только вокруг заработать и слова деньги слова вот и все дело в том что ни одного из них сейчас нету я не знаю день очень важно целеполагание все вот это какой-то заработок какая-то известность она приходит факультативно первично это ты должен это должно быть интересно пойти каждый день снимать от как я снимаю ты никогда не сможешь ради крали денег или ради какого-то медийности или чего-то просто нравится это делать когда ты начал делать это чтобы спасти себя и вытащить просто то что если бы я не начал я бы наверно зашел с ума дома возможность общения который я себе который мне дал youtube именно она просто вытащила меня спасла тот момент и естественно сейчас снимаю ради интереса конечно факультативно приходит и какая-то медийности к это узнаваемости денежки какие-то и и но это не должно быть первой причины как в любой работе в любой работе если ты думаешь о деньгах начиная дело ты никогда не достигнешь успеха в любом деле в любом деле целью должно быть не тщеславие ни раба не деньги не на медийность которую ты жаждешь ты не получишь никогда в любом деле целью должно быть само дело тебе должно нравиться то что ты делаешь и тогда обязательно все это придет обязательно потому что ты будешь трудиться и это не будет труд это будет удовольствие вот я сейчас снимаю видео я с ней тружусь я занимаюсь тем что я люблю делать понимаете я занимаюсь любимым делом и факультативом приходит огромное количество ваших комментариев если бы я сейчас сидел и думал о них о комментариях их бы не было так устроена вселенная поэтому хочешь добиться чего-то есть только один способ занимайся тем что тебе нравится делать что у тебя получается и все придет тебе понятно что вы знаете у нас многие люди в принципе на вопрос что тебе нравится делать не могут ответить потому что они просто лежат или там например ну очень много людей скажем так особенно подрастающие поколения хотя сейчас есть очень талантливые ребята я не хочу огульно обо всех говорить но очень много людей которые в принципе не могут вот и задаешь а тебе что нравится делать что тебе нравится чем заниматься меняется сходить на выставку кинается почитать книгу тебе нравится там не знаю сходить в магазин тебе нравится помочь на передовую что-то отправить тебе нравится от чего ты получаешь удовольствие или тебе нравится защищать национальные интересы страны есть люди ведь очень много людей на передовой не просто которая дает долг родине их что называется да они это их как сказать сегодня летел был один мужчина вот он с передовой то есть он в отпуск ему приезжал и он мне говорит я там потому что я хочу там быть потому что я среди своих сослуживцев там я чувствую что я там нужен что я там должен быть и я чувствую внутреннее моральное удовлетворение от этого вот как бы там ни было что там понимаете да можно лишиться жизни что это страшно но ему нравится то что он делает но нравится эта профессия военного вот я об этом говорю об этом а у нас очень многие спросишь он скажет я не знаю я хочу я хочу я не знаю куда я хочу идти я не знаю чем я хочу заниматься поэтому когда я сказал говорю пишите вот через сайт будда гришна точка ком там кому реклама нужна кому что-то господи столько людей пишут понимаете о своих ну чем они занимаются мне это так поразило 1 вот девушка скоро я вот вам расскажу у нее онлайн горлица называется онлайн церковная лавка может мы даже супер вообще очень классно то что многие в храме тушуются немножко волнуются там к свечкам пишут за здравие за упокой это и не можешь рассмотреть вот иконы так там все освещенные у нее все это то есть спокойно можно выбрать спокойно можно заказать все тебе придет все ну здорово же главное радио мужчина при сможете представить просто человек взял создал радиолюбитель просто помните в девяностые годы были кружки радиолюбителей просто создал значит приложение просто офигеть эти за выражение да я уж так по-свойски которая конкурирует со всеми я его слушаю каждый день михаил вавилов православный рэпер которыми рассказал которые тут же внесли в телеграм-канал врагов сопредельного государства я о нем рассказал тут же внесли значит который занимается тем что он любит делать люди массажный кабинет какие-то практики господи столько людей которые занимаются такими удивительными вещами и вот ты смотришь ты понимаешь что мы непобедимы в принципе и если кто-то где-то считает что можно как-то россию там ослабить невозможно невозможно с такими людьми с такими гражданами с такими людьми еще раз говорю это просто нереальная история это очень хорошо показывает кто историю плохо изучает или пытается и переписать там на западе у них немножко конечно это ориентиры сместились вот друзья бывает найдет вот так и более того я хочу мне тут я подкапливал некоторое время где-то около восьми месяцев и подкопил на маленькую камеру хочу приобрести потому что сейчас на телефон записываю долго держать тридцать одну минуту хочу маленькую камеру хочу ввести новую рубрику то есть несколько дней вот какие-то свои мысли записывать потому что очень много мыслей не всегда хочется скажем так нагружать уши жены хотя она верный помощник и соратник с этой точки зрения но все-таки двое детей у нее и так дел по горло вот поэтому а вот например какие-то мысли которые которыми хочется поделиться и они вроде как остаются в тебе а маленькая камера позволяет что-то надиктовал где-то в каком-то месте ты идешь едешь еще что-то вот пришла тебе какая-то мысль на какую-то тему и вот за 3-4 дня на отснял материал там минут на 40 выпустил его мне кажется это будет интересно друзья напишите в комментариях вам это будет интересно или нет то есть это не просто новости а что-то такое вот ну вот на это жизненные темы какое-то общение такое вот она всех остальных кто там против кто кто там еще что-то кто там плачется не плачется или еще что-то еще раз говорю это это как вот знаете есть люди которые безапелляционно заявляют это мой канал я хочу то и делаю и никто ничего не говорит им ну да собственно говоря я также хочу ответить но при этом я учитываю всегда мнение ваше когда например вы говорите что вот такая резонансная тема такое здесь можно рассмотреть всегда читая комментарии всегда очень съела я открытый человек очень и мне кажется что это здорово друзья а поэтому собственно говоря вот такие дела сегодня какие-то упражнения я должен сделать будут мне пришлют если поможет значит это здорово потому что это не так страшно если не поможет сказали тогда надо будет идти на мрт потом мрт шейного отдела мрт головы какой-то там узи или дуплексное какое-то исследование там этих вен в шее вот дай бог чтобы было не так страшно чтобы потому что но не хочется и так как бы лечишься так долго вот я вас всех люблю друзья спасибо вам огромное долетел долетел слава богу господи спасибо тебе огромное спасибо тебе огромное что был со мной все эти каждые секунды этого полета я молился всем кому только можно было всем всем я особо особо люблю и романах василия инако ферапонта инако трофима оптинских новомучеников четыре раза был опытной пустыни они всегда со мной я это чувствую я всегда с ними разговариваю всегда говорю и всегда чувствую их помощь всегда матронушки спиридон тремифунского значит всегда всегда вот поэтому спасибо господу богу что что дал возможность долететь спокойно и и дал возможность записать это видео и с вами поговорить и благодарю каждый раз каждый день когда снимаю за то что еще один день у меня была возможность с вами побыть и с вами поговорить это для меня самое ценное наверное потому что я имели семья естественно там я за скобки в нашу я имею в этом смысле все друзья спасибо огромное я вас всех люблю если хотите поддержать канал если вам нравится то что я делаю или созвучны мысли вы знаете что ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео спасибо всем за поддержку успехов вам тоже здоровья спасибо за ваше внимание за то что вы тратите бесценное мгновение жизни на то что посмотреть мои видео люблю всех вас спасибо пока будут сообщать постараюсь максимально быстро выйти в эфир ну а с маленькой камерой не знаю посоветуйте оцените как вам такая идея в том смысле что ну какие-то мысли житейские можно тоже обсуждать мне кажется тоже интересно будет все друзья пока пока